Не забудутся, не затеряются в истории именно мальчишек и девчонок, совершивших невиданный подвиг во имя свободы своей страны, во имя всего человечества. Юные герои-молодогвардейцы, почти все из них погибли в январе 1943 года. Ни в чем не зная половины, они любили всей душой этот путь прямой и длинный, этот мир навек родной, рассветный час в стене ковыны, ручья в прохладную струю, так все объемлющиеся сильно, лишь любят родину свою. Итак, первую страничку нашего вечера открывают студенты Института управления и государственной службы. Пройдут годы, исчезнет с лица земли гитлеромская бога. Будут залечены раны, утихнет боль и скорбь. Но никогда не забудут люди бессмертный подвиг организаторов, руководителей и членов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». К их могиле никогда не зарастет народная тропа. Газета «Правда» 15 сентября 1943 года. В трудное для страны время, когда шла Сталинградская битва, юные мальчишки и девчонки с маленького шахтерского городка Краснодор сражались за Родину. Как живет нас наружу не вывавший стол, так давно в нашем сердце болит Краснодор. Мы не все там бывали, но мучит нас он, как застрявший осколок свинца. И не в шурфы бросали, а в наши сердца. Нашу память, что с ними болит до конца. Кто-то в улице крадется, Кто-то в такую ночь не спит, На пекру не столько пьется, Бежа черная горит. Это было в Краснодорье в Красном Зареве войны, Комсомольское под поле поднялся честь рожей. 29 сентября 1942 года. Запомни ровесник эту дату. В городском парке города Краснодона гитлеровцы живьем закопали 32 шахтера, которые саботировали работу шахт. Это страшное событие стало точкой отчета создания организации, которую ее предложил назвать «Молодая гвардия». Я Олег Кашевой. Я Ульяна Громова. Я Сергей Тюленин. Я Любовь Шевцова. Я Иван Тиммухов. Я Иван Туркенич. Ступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь встить беспощадно за сожженные и разоренные города и села, за смерть наших людей, за мучительную смерть героев-шахтеров. Если до этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. И если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные, будут навеки прокляты, а меня самого покорает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть! Война взломала даже биографию. И в сороковые трижды в ром летом году в шкалярские ребячьи биографии сумятицу внесла и чехарду, что гибель им, а не смерть и выше. В могилах все построились в отряд. Не думайте, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят. Мы расклеивали листовки. Эти клочки бумаги были клочком свежего воздуха, приносящими хорошие новости с фронта, поднимающие боевой дух. Первые листовки были рукописными, а потом в разваленных типографиях мы откопали шрифт. Из резины вырезали недостающие буквы и соорудили примитивный печатный станок, на котором печатали листовки и временные комсомольские билеты. К концу 1942 года молодая гвардия насчитывала 100 человек. Немецкое командование направило в Краснодон спецподразделение гестапо для борьбы с партизанами. А партизанам было по 14 и чуть более. Я был самым старшим. Мне было 24. За неполные три месяца мы совершили несколько дерзких операций. Но самое главное то, что не позволили сделать фашистам. Не дали расстрелять пленных, освободив их из Волчинского лагеря. Уничтожили автоколонну, следовшую на юг. А в канун годовщины Великой Октябрьской социалистической революции над оккупированным городом на глазах у обезумевших фашистов в городе рели красные флаги. В декабре в клубе имени Горького мы устроили концерт для фашистов. Пока он шел, загорела биржа, а вместе с ней списки, кого должны были угнать Германина. Более 2,5 тысяч молодых людей были спасены от верной гибели. Ой, ребята, ну что же теперь все-таки делать? Я все время думаю об этом. А небо все такое же, синее и синее. И это я вижу все вокруг, и так больно на душе. Как же могли все люди хорошо жить на свете, если бы только понимали, если бы только захотели. Мне тяжело, куда только ни глянь. Везде фашистскую я вижу дрянь, везде ненавистная форма предо мной, эсэсовский значок с мертвой головой. Я так решил, и это я исполню. Всю жизнь отдам за родину свою, за наш народ, за нашу дорогую, прекрасную советскую страну. Перед наступлением Красной Армии молодых гвардейцев решили поднять вооруженное восстание, но помешало предательство. В ночь с 4 на 5 января 1943 года начались аресты. Всех истязали. Углобали руки, ноги, пальцы, обливали ледяной водой, сажали на раскаленную печь, им загоняли иголки под ногти, а потом бросали в карцер. Главное, выстоять, слышите, выстоять. Сердце как выстрелы, гулкие выстрелы. Будьте вы стойкие, будьте спокойны. Слышите, слышите, бьют пролебойные. Плюйте в лицо палачам и пыдачам, вы над собой разбегаться не дайте. Главное, выстоять, слышите, выстоять. Им, палачам, ваши взгляды не выдержать. Главное, выстоять, главное, выдержать. Стены у камеры кровью обрызганы, стены, как место прощания с близкими. Камеры ваши, не марши парадные, станут для вас, как листочки тетрадные, где на прощание родным и наследникам вы начертаете сроки последние. До свидания, дорогие мои. Прощай, мама, сестра. Прощайте. Прощайте, мама. Прощайте, папа. Прощай, мой брат любимый. Больше не увидите. Ребята, слышите? Крепитесь. Жаль не дождались наших. Крепитесь. Мама, не плачь. Не смей плакать, мама. Мама, я сейчас тебя вспомню. До свидания. До свидания, мама. Страшны не вы. Страшно то, что вас породило. Я жалею только о том, что больше не смогу бороться за освобождение своего народа и всего человечества. Крепко, сцепившись в объятия, выпрыгнув в морды фашистов проклятия, непокоренные муками голода, с песней, летевшие птицы над городом, наполовину живые, но твердые, падали песенно гордые. Вспомним всех пойменно, героев вспомним своих. Это нужно не вернуть, это нужно живым. Олег Дашевой, на веке 16. Сергей Тюлей, на веке 17. Любовь Шевцова, на веке 18. Ульяна Громова, на веке 19. Иван Зимович, на веке 19. Разве погибнуть ты им обещала, Родина? Жизнь завещала, любить обещала, Родина. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела их гибель, Родина? Пламя ударила в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого. Я или Родина? Давайте поблагодарим студента за такой прекрасный творческий молодец. Спасибо.